Здравствуйте! Мне нужно сделать вот такой нож, вот такой формой. Короче говоря, буду я сделать ее за такой вот победитовой пилой по камню. Это пила по камню, это не по дереву, а в прошлых видео я показывал сколько у меня этих пил, так что все же добольно и людям слабеньким нервам, я прошу не волноваться. Пилу я эту естественно сейчас вот так покромсаю, как мне нужно. У меня еще четыре штуки вот таких есть. Короче, сейчас буду делать вырез, но как вы видите в этих пилах есть вот такие вот рисунки. Это не простые рисунки, это сделала пропалину лазарем. Вот видите, вот эта точка и вот эта точка, она соединена волной такой. Это не нарисованная волна, это прожжено лазарем. Вот и вот это для того, чтобы пилу не вело. Но нам это не годится, потому что если мы будем вырезать нож и ну примерно вот так, то при прикройке, выкройке ножа, вот эта штука выпадет. Значит нам нужно как-то приспособиться, чтобы эти все волны, вот эти вот, мимо пустить. Значит сейчас буду изгаляться так, чтобы сделать правильные вырезы. Что мы здесь имеем, а мы здесь имеем только две заготовки. Вот и вот. Значит сейчас при помощи вот такого хитроудрого жилка, я сейчас нажму пилу и буду волгаркой вырезать. Начало эту, потом начало эту, потом эту. Вот вышло две вот такие заготовки. Вот таких вот заготовки. Сейчас начну вырезать. вот этот пруток. И все дела. Хотя все дела будут делаться позже. Сейчас пруток сразу же из кранов, вот таких вот старых негодных, вот таких. Вырезал вот такие вот задние части, манки, ограничители. Здесь будет колодка. Колодка деревянная, но чтобы не лопалась. Там оно все будет видно в процессе. Короче, сейчас буду делать, пойду на токарный станок, точить ручки, чтобы у меня были ручки, чтобы я ручки уже как бы сделал. А потом уже буду дальше мурочиться с лезью. Их первично затачивать. А потом еще буду у котли закаливать. В общем, сейчас буду точить ручки, вернее, только не ручки сами, начало и до конца. А ручки как бы начало, потому что там ручки нужно делать интересные. В общем, короче, сейчас буду делать ручки. Выточил две вот такие болванки, заготовки. Сюда примерно будет вот так. Чтобы не лопнуло, ну вот этот вот ограничитель, этот поставлю. А потом уже, если женю, и оно не лопнет, то есть насажи. Насажу. Вот так. Вот отверстие я насажу, потом видно. На таком сейчас не хитром инструменте немножко задам форму. Ну так, слегонца. И это все дело, вот это выбью, выбью из колодки. И ножи пойду закаливать, закаливать в котле. Ну а пока сейчас буду. Немного это сопли выбью вот так. Вот так. Вот так. И еще раз. Сейчас при помощи лепесткового такого круга буду начинать придавать форму будущей ручке. Много у меня материала, к сожалению, утерялось. Там, где я придавал формы эргономические ручки, вот эти дела, ну более-менее эргономические. Вот мне тоже не показал, как я закалял, но это у меня на канале есть. Короче, это уже чуть-чуть подпаленные вот здесь, но это все будет обрезаться, потому что еще буду по чистовой придавать формы уже лезвиям, как они должны быть. И потом их выбью, намажу туда и насажу на эпоксидку. Ну и, в общем, осталось эти по чистовой сделать все. Сейчас наточили, буду подгонять. Мне нужно вон сколько сточить. Ну, видно, вот линия. Сейчас все будет для вас наточились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, вот примерно вышла такая форма на что-то похожа. Я уже как-то более-менее, но еще буду зачищать, стараться. Но это уже вот это вот все зачистить практически невозможно. Тут нужно будет или снимать целый слой. Но есть эти ножи. Эти ножи идут не на выставку, а пойдут на работу. Так что, я считаю, нецелесообразно источивать железо. Ну, чтобы вот эти вот углубины, краковины исчезать. Я говорю, эти ножи пойдут за бойщиком. Ими будет резать свиней. Это для свиней. В основном будет резать свиней. Значит, сейчас тоже, ну, вот я говорю, нож как будто... Не как будто, а я считаю, что уже форма нормальная. Как бы сказать, ну, на что-то похожая. Теперь сейчас с этим сделаю то же самое, чтобы не было такой-то примитивный вид. Сейчас сделаю какую-то форму. И хоть примерно вот такую самую. А потом будет зачистил. Тогда дал форму. Сейчас буду сбивать и садить на эпоксидку. В конечном итоге у меня получилось вот два таких ножа. Значит, длина, сами видите, сколько? Примерно 27 сантиметров до начала и до конца. Значит, колодки деревянные. Я их покрасил матовой краской. Пограничители, чтобы не лопнули. Из латунного крана шарового. Вот это, вот это. Значит, лезвие из апокетитовой пилы. Ну, насажены. Насажены на ручку. Вот так. Залитые эпоксидкой, естественно. Так что, я думаю, будут держаться. Значит, это ножи. Это все вот и ущербины такие вот. Это уже ничего нельзя было сделать, потому что металл этот лежал буквально в грязи и не один год. Ну, если так посмотреть, в этих вот, в этих, еще даже какой-то шарм есть, какой-то типа рисунок. В общем, я не защищал его до того состояния. Эта сторона пострадала меньше. Он тоже пострадал. А это больше. Короче, показывать больше как будто нечего. Такие вот ножи. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok